Службе 112 исполнилось три года. За это время по всей Московской области операторы приняли более 23 миллионов вызовов, а конкретно в Люберцах – один миллион. О службе и её сотрудниках смотрите далее. Оператор Панкова, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Забор этого дома, да? Ну говорите адрес, куда? Люберчанка Елена Панкова в службе 112 с первого дня. Работая бухгалтером в одной из фирм, она и не думала, что когда-нибудь будет помогать людям в решении их проблем. За сутки она обрабатывает до 200 звонков. Как признаётся Елена, задают граждане чрезвычайно широк. От который час до приезжайте на ДТП ей жертвы. Хозяева привязали к дереву собаку. Ну и тут уже из-за того, что у нас в смене у сотрудницы была знакомая бланчер, кто занимается помощью животным, они приехали сюда в Люберце, отвязали эту собаку, нашли хозяев этой собаки. В итоге оказалось, что просто они её выгоняли из дома, собака возвращалась домой, и они вот её так вот привязали к дереву, оставили целый день на морозе. Отбор операторов очень строгий. Все они, имея высшее образование, в обязательном порядке проходят обучение. Службы действуют 24 часа. За сутки поступает от 900 до 1000 телефонных звонков, которые автоматически записываются и приводятся в исполнение. Есть несколько способов вызова экстренных служб, так как можно набрать с городского телефона, с мобильного телефона, без сим-карты, номер 112, можно посредством смс-оповещения. Также для людей с ограничением нарушения, с нарушением речи и слуха, они могут через скайп вызвать экстренную службу, там принимают вызовы профессиональные сурдопереводчики. Кроме того, сейчас система 112 готова и к чемпионату мира по футболу. Операторы службы будут принимать вызовы не только на русском, но и на английском, французском, испанском и арабском языках. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.